Всем привет! Сегодня я расскажу вам о продуктах, которые разрушают нашу печень. Еще к концу ролика поделюсь списком пяти топ-продуктов для восстановления работоспособности этого органа. Печень – важнейший орган организма, выполняет множество функций и является ключевым звеном в пищеварительной системе, так как выступает в качестве своеобразного фильтра. Это самый большой внутренний орган располагается справа в полости живота под диафрагмой. Компоненты продуктов питания, поступившие в желудочно-кишечный тракт, всасываются в кровь и доставляются в первую очередь в печень, где происходит процесс их преобразования. Печень способствует поддержанию постоянного состава крови, синтезирует желчь, участвует во всех видах обмена веществ, процессах детоксикации, очищает организм от шлаков и токсинов. Чтобы предупредить развитие заболеваний печени, сохранить здоровье органа, необходимо правильное и сбалансированное питание. Вредные продукты для печени. Перед тем, как перейдем к разрушающим печень продуктам, хотела бы попросить подписаться на канал и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Приятного просмотра! Соленые продукты. Соль и соленые продукты содержат большое количество натрия. Например, на 100 граммов соли приходится порядка 3000 миллиграммов натрия, при этом суточная норма для взрослого человека составляет 2000 миллиграммов. Избыток натрия в организме нередко приводит к нарушению работы почек, изменению водного баланса. Из-за этого может нарушаться фильтрация крови и правильное функционирование печени. Жареная пища. Жареные продукты приводят к определенным проблемам со здоровьем, особенно сильно страдает печень. Картофель-фри, бургеры, другие блюда, приготовленные в большом количестве масла, повышают нагрузку на орган. Также многие жареные продукты имеют панировку или содержат молочные продукты, что усиливает нагрузку на печень и желудочно-кишечный тракт. Острые специи. Слишком острые приправы воздействуют на печень примерно так же, как и токсичные соединения. Она начинает более активно вырабатывать желчь для их переработки. Излишки желчи могут скапливаться в желчных протоках, что в дальнейшем приводит к образованию камней и жировой болезни печени. Красное мясо. Переизбыток красного мяса в рационе может негативно сказываться на работе печени. В нем содержатся в высокой концентрации насыщенные жиры, которые замедляют работу железы, что влечет за собой нарушение работы других внутренних органов. Кроме того, белок не всегда полезен для нашего организма. Употребление белковой пищи в больших количествах повышает нагрузку на системы организма. Даже здоровой печени трудно расщеплять много белка, из-за чего возникают токсичные вещества. Вместо красного мяса рекомендуется выбирать нежирное мясо – курицу, индейку или тунец. Сладкие газированные напитки. Большинство газировок более чем наполовину состоит из рафинированных углеводов и сахара. В сочетании эти компоненты могут негативно сказываться на работе печени и других внутренних органов. Также в состав напитков может входить кукурузный сироп, который при регулярном употреблении приводит к избыточному весу и повреждению печени. Нередко сладкая газировка связана с неалкогольной жировой болезнью печени. К примеру, в составе диетической колы большое количество дополнительных химических добавок, которые придают насыщенный вкус напитку без калорий. При этом питательные вещества в нем полностью отсутствуют. Основным искусственным подсластителем, который производители добавляют в газировку, является аспартам. Высокая его концентрация в организме приводит к дисфункции митохондрии и истощению АТФ в печени. Это, в свою очередь, ведет к увеличению веса самого органа. Жирная пища. Регулярное злоупотребление жирными продуктами нарушает и затрудняет работу внутренних органов. Особенно страдают кишечник и печень. Продукты с высоким содержанием жира могут приводить к воспалительным процессам в тканях печени, стать одной из основных причин цирроза печени – онкологии. Они вызывают стремительное повышение уровня вредного холестерина в крови, что провоцирует развитие проблем с сердцем и сосудами. Консервированные фрукты. Несмотря на большую пользу фруктов, ими не нужно злоупотреблять, так как это может привести к передозировке фруктозы в организме. Этот компонент служит для накопления энергии, в отличие от глюкозы, которая ее производит. Поэтому фруктоза будет полезна только в случае употребления ее в пределах нормы. В избытке она приводит к повышенной нагрузке на печень, увеличению уровня сахара в крови, повышенной кислотности, повреждению тканей других внутренних органов и ожирению. Особенно вредны для печени консервированные фрукты, так как в большинстве случаев они в высокой концентрации содержат сахар и сахарные сиропы. Сладости. Такие продукты, как конфеты, мороженое, торты и так далее – это основной источник простых углеводов. В них в высокой концентрации содержатся рафинированный сахар, кукурузный сироп, искусственные подсластители и другие пищевые добавки, негативно сказывающиеся на работе печени и прочих внутренних органов. Простые углеводы дают чувство насыщения на непродолжительный период, из-за этого люди нередко переедают. Это приводит к появлению лишних килограммов, сильной загруженности печени, иногда к ожирению органа. Следует выбирать то мороженое, которое готовят из натуральных сливок, без ароматизаторов и усилителей вкуса. Важно не злоупотреблять. Алкоголь. Печень помогает организму расщеплять спиртное. Когда человек выпивает алкоголь в больших количествах за короткий период времени, органу приходится работать с удвоенной силой. Лучше не смешивать алкоголь с газировкой, это усиливает нагрузку на железу. Регулярное злоупотребление алкоголем снижает способность печени к регенерации, из-за чего она не может расщеплять токсины. Это повышает вероятность развития заболевания органа. Консервы. Консервы содержат натрий, который используется для сохранения пищи и усиления ее вкуса. Высокая концентрация элемента может привести к фиброзу, первой стадии рубцевания ткани печени. Полезные продукты. Чеснок. Чеснок способствует активизации печеночных ферментов, эффективному выведению шлаков, токсинов, других вредных соединений, которые скапливаются в печени и в организме в целом. Содержащиеся в овощи алицин, селен и сера при регулярном употреблении помогают очистить печень, поддержать ее здоровье. Алицин обладает антиоксидантным, антибиотическим, противогрибковым действием, а селен усиливает действие антиоксидантов. Чтобы активировать ферменты печени и нормализовать работу органа, рекомендуется каждый день есть 1-2 зубчика чеснока среднего размера. Однако не следует налегать на овощ и употреблять его в больших количествах. Это может привести к ухудшению работы печени, развитию других проблем, таких как боль в правом подреберье, проблемы с пищеварением, отрыжка, изжога и т.д. Людям, у которых есть определенные заболевания ЖКТ, гастрит, язва желудка, 12-перстной кишки, в день достаточно съедать ползубчика чеснока. При гепатите и циррозе печени овощи следует исключить из своего рациона. Кофе. Как показывает исследование, этот напиток способен снижать вероятность развития заболеваний печени. В день достаточно выпивать 2 чашки, это поможет сократить риск развития цирроза примерно на 40%. Также кофе может оказывать защитный эффект против неалкогольной жировой болезни печени. Ключевая польза напитка обусловлена тем, что он снижает количество жира, увеличивает количество защитных антиоксидантов в печени, предотвращает ее рубцевание. Наиболее полезным считается чистый черный кофе. Необходимо ограничить количество подсластителей, добавляемых в напиток, так как злоупотребление ими негативно сказывается на состоянии железы. Курага. Печень любит сладкое, а сухофрукты являются более полезными по сравнению с конфетами, жирными пирожными и другими лакомствами. Регулярное употребление кураги снижает вероятность развития заболеваний печени, включая онкологические. Фенольные компоненты, содержащиеся в кураге, блокируют развитие метаболического синдрома, который сопровождается ожирением и воспалительными процессами в организме, что негативно сказывается на работе внутренних органов. Кроме того, фенольные вещества нейтрализуют воспаление в печени, снижают уровень вредного холестерина в крови, что в свою очередь хорошо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и функционировании печени. Тыква. Печень любит овощи и фрукты с оранжевой и красной мякотью. Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т, тыква считается лучшим гарниром к блюдам из свинины, говядины и другим жирным кушаньем. Витамин Т способствует эффективному усвоению жирной пищи, разгружает печень. Тыква помогает восстановить нарушенный метаболизм клеток печени и их поврежденную структуру. Главным полезным свойством овоща является восстановление клеточных мембран гепатоцитов. Авокадо. Включение авокадо в повседневный рацион помогает активизировать выработку антиоксиданта глутатиона, который нужен для фильтрации вредных веществ в печени и защиты клеток органа от повреждений и преждевременного старения. Авокадо содержит большое количество витаминов С и Е, они нейтрализуют действие свободных радикалов. Плод обладает противовоспалительными свойствами, что положительно сказывается на здоровье печени. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!